и не начало патрулировать первый день солнечного фестиваля главного праздника апсалома который проводится как раз в вашем районе да и как раз нужно прийти лечь на клавиатуру почему у всех людей у которых есть код вот со всеми людьми с которыми общаюсь обязательно код приходит начнет их унижать не давать ничего делать этих работы так да потому что это как из того что с вами случилось во время вашего патруля вы разобрались с буянищами гоблин скими торговцами вы поймали воровку и последнее на чем мы остановились прошлый раз это нападение самых настоящих скелетов которые вы успешно отбили единственное что из вас болтурим выглядит несколько более раненым по сравнению с вами потому что мы можем остановиться и уникальную местную методику под названием использование навыка лечения для исследователь пайтов бутурим болтурим перестал быть моносветным если конечно кровь него тоже не серая но на самом деле я могу либо попробовать его либо забинтовать либо собственно у меня сейчас неиспользованные есть мои благословения этого отца правды я могу сделать ему экстренное вливание позитивных сил я думаю давайте мы попробуем прибережем магические силы для следующего для каких-нибудь будущих на неприятностей так агент лицикер у вас же ли этот хиллер стулбс есть же когда чек медицины сложность 15 ясно и как я говорю еще не поздно сделали безживительное вливание сейчас будет примерно как-то тролли гуфовского про симулятор хирурга сердце завастся уже обратно не так бы было если если выпало 5 или единичка у нас нет только единичка тут даже если 5 не выпадет это у него это на тройке но агент лицикер обид я не знаю какой то чуть более монах ромные крови чем это принято у твоих собратьев и на тебя сильно смутил им лечение не совсем полноценно удалось провал но не финал скажем так провал без эффектов да и скажем так что после этого на один час уже никто лечить не может обычно именно этим способом да ладно мастер болтурим вы явно находитесь просто слишком близко к смерти для такого состояния поэтому я вижу что обычное лечение на вас сработает программе не в данном случае поэтому не двигайтесь и кстати перед тем как я начну у вас нет аллергии на позитивные силы а если я начну лечить вы начну начнете жариться в своей собственной шкуре от того что добрые позитивные нет нормально хорошо хорошо семь плюс восемь потому что я и делаю два этих болтурим может восстановить себе 15 хитпоинтов понимая болтурим тогда фуловый берет свой скулью символ прицеливается и заполен бланк херачит у него лучом святой энергией так на болтурим все сразу сразу ну как-то оба оба рассеченых оба рассеченных ран тут уже затягиваются ну что и мы продолжаем наше патрулирование полагаю после этого 10 минут на перерыва но это за него может несколько чуть-чуть больше чем принято ну да вы начали выходить на финишную прямую можно сказать на то место откуда ваше патрулирование началось и за некотором расстоянии вы начали слышать приблизительно сейчас я скажу были до грубо вы были вот здесь приблизительно вот вот этом районе когда вы начали приближаться практически к повороту на финальную аллею вы начали слышать звуки бьющегося стекла звуки какие-то крики подойдя чуть ближе вы видите следующую картину что справа от вас по дороге здание ну такая небольшая деревянная лавка деревянная коробка покрашенная белый цвет и украшена какими-то волшебными рунами напротив этой коробки стоит женщина в немножечко помятой широкополой шляпе в просторной такой мантии одеяниях на противоположном ну скажем так на противоположном конце дороги от этого дома я запутался ну сейчас я вкратце обрисую я же не же говорю что портал вот откроется портал вот все не так скажем так вы сейчас вот этого домика говоря вы вот здесь я думаю нам нужно будет на будущее этот сделать токен для наших перемещений у меня забыл положенные вы сейчас вот здесь вот вот этот домик где все происходит и вот здесь вот на галочкой я обозначу на противоположном конце стоит женщина в мантии и в широкополой шляпе ведьма не ведьма хозяйка мероприятия не хозяйка мероприятия в принципе кто-нибудь может прокинуть perception что она делает вообще просто стоит но прокинуть perception к в сложно но это чтобы немножко больше информации а по виду ее мантии и потому окей хорошо пирс замечает чуть более четко а как она зовется то здесь летсекер замечает что на магазинчике надпись волшебные товары порфирии женщина женщина скажем так на шляпе ты различаешь буквы явно тоже с фамилией порфирия судя по ее наряду и мантии ты практически наверняка уверен что она явно волшебница какая-то явно практикующая подойдя чуть ближе завидев вас женщина скидывает руки ну наконец-то сколько можно ждать я уже давно отправила сообщением вашим коллегам надеюсь вы разберете с этим безобразием она показывает сторону волшебного магазинчика где раздаются звуки громящиеся посуды звуки какие-то крики но самая агент пирс летсекерта собственно так и спросит киса и в чем же в чем заключается проблема госпожа у вас там открылся портал ват ну если для вас 14-летний ребенок это представитель адского плана туда можете считать что там открылся портал ватт может может быть какой-то мальчишка насколько я знаю он нас тоже из приезжих прибыл сюда со своим мастером потому что мастер может значить разные вещи то что мастер именно как учитель именно со своим учителем и вот буквально в первый же день он утром выламывается ко мне в магазин и орет где мы учитель где мой учитель начинает все было переворачивать громить естественно я просто к во имя абадара я просто выбежала и вот это уже происходит в магазине что-то делает устраивает бардак так что уважаемые стражники города настоятельно хотелось бы вас попросить избавить меня от вот этого вот она показывает сторону магазинчика ну скажи у магазина есть окна если вы если я не то в них что-то видно из происходящего внутри сейчас секунду я хочу уточню и ну на удивление ты понимаешь что именно происходящего не особо видно потому что если здесь были какие-то ставни парниша который внутри он их закрыл то есть что скажем так издалека с улиц не особо видно что именно там происходит ну понятно ну что ж господа я полагаю что это придется отрабатывать то чем у нас всех обучали а именно штурм здания он поднимает руку говорит что я предлагаю все таки попробовать более аккуратный подход значит попытаться выманить его наружу я продолжаю я попробую давайте попробуем убедить что его хозяин ждет снаружи когда он выйдет тогда попытаемся его связать потому что я боюсь что внутри если мы пытаемся устроить свалку внутри магазина мы разнесем его точно ко всем чертям а зачем на моего просто может быть моего борст попытаемся убедить в том что то что он делает это вообще хреновая затея и как бы она по он говорила что это что как-то связано с его мастером или нет она даже туда до что он ищет мастера но если что можно какие-то дополнительные вопросы по задавать но я думаю что тогда волк спросит а он не говорил как зовут его мастера вообще как вы можете быть с этим связаны потому что как-то это подозрительно мастера его знаю его учителя это старик кем она вас тоже скажем так мой коллега столик и презрение старалась это произнести мы не в самых конечно лучших отношениях но как бы праздник большой людей много я была уверена что должно на все хватить всем место я знаю что кем он вас должен был прибыть в апсалом но я его честно сказать здесь не видела и во имя аббатара я еще бы столько был не видела скопил здесь что именно с ним случилось я понятия не имею мы с ним вообще не пересекались она почему-то этот его ученик убежден что это как-то вы с этим связаны это валдер так задумывается кем он у вас рассказывал про меня пару гадостей нас мы с ним скажем так конкуренция в малом бизнесе понимаете то тут клиент перейдет к другому человеку то там поставки ингредиентов скажем так чуть лучше чуть быстрее пройдут у одного человека чем у другого у нас был не очень скажем так хваток в этом деле так что да он кем он у вас скажем так кем он у вас не тот волшебник который был бы рад со мной увидеться но во имя аббатара и всех святых богов я его не трогал и трогать не собираюсь как я а кстати можно кинуть как-то perception если смотри у тебя есть твоя билка а ну кстати да кстати это это хороший поин действительно тогда тогда поступим так значит ладно на нее так посмотрит очень выразительно и скажет как как его зовут стать она не называлась я уж не помню мэриен порфирия госпожа порфирия скажите вы понимаете что задачу показать не страшно вы можете понести серьезную ответственность поэтому вы можете со всей точностью подтвердить что вы не имеете никакого отношения к честное видео господина тем адреса и я делаю на нее pointed question соответственно я должен кинуть сейчас дипломасе против его 8 даже с таким результатом ты понимаешь что как только ты заговорил про ложные показания у него очень натурально вытащились глаза во имя всех светлых богов аббадара нефиса и вообще не знаю кого я приехал спокойно зарабатывать деньги в этот город они пошатся со своим этим старым бридурком и его каким-то дурацким учеником и и кофе во имя господа я не видела и здесь видеть не собираюсь так ну и чё не кидать так пусть он скажет не персов кидать или нет не надо перебивать а тебе принципе я говорю ничего не надо то есть это будет с ты не ответил я говорю то что она говорит она говорит это этого не сказал ты сказала что она и чар говорит ты сказал что я чувствую по этому поводу хорошо ладно я понял туда пожимает ключами и говорит что хорошо порфирия мы вам верим но они как таком зрение что это что мистер лэнтону надо немного это менее подозрительно относиться что это гораздо более понятное ну что пойдем поговорим с этим так что я не думаю что я так да я не думаю что нам на самом деле я не думаю что нам удастся как наружу вы не вы это выманить потому что ну ну как бы сказать что как мы это сделаем что десепшн ролом хорошо мы скажем ему что десепшн ролом что его хозяин здесь он нам поверит или поверит и захочет услышать голос своего хозяина я кто-то из нас умеет это знает как он звучит хотя я не хочу применять самые такие самые нехорошие тактики я думаю нам будет гораздо проще зайти внутрь спросите у него какого хуй он творит и не хотелось бы ли ему прекратить это ну не обязательно избить но просто не обязательно до полу смерти что сам и стражи и шел бы он по добру по здорову или ваши действия думаем давай так там есть одна дверь основная а есть одна дверь есть закрытая и закрытые створки окна а запасного если мы обойдем вокруг этого здания там нету садей до черного входа там и так далее ну на удивление нет потому что это по сути только такая небольшая лампочка здесь не предусмотрен к особенно какой-то черта кто-то так короче скажи дверь закрыта основная и 2 подходе двери будете пытаться дергать выглядит так как будто но скажем так она закрыта она не двигается не шевелится там есть какой-то видимый замок там обычная ручка но скажем так как будто дверь что-то подпирает какая-то то есть я не думаю что у него был ключ я думаю скорее всего скорее всего он затвор засов закрыл и что в этом духе или просто подпер чем-то изнутри ну что тогда получается окно самый легитимный вариант потому что вера мать мы озвереем но может быть и нет давайте спросим у а как это как это женщина зовут это что не против она некоторого материального ущерба ее зданию чтобы быть вытолкнуть этого товарища да не арендую так что в принципе и как бы действия стражи это все окей как бы я разберусь с этим чтобы его там больше не было я полагаю что на самом деле я извиняюсь я собрал там да там есть дверь скажем так вторая с противоположной стороны то есть черный дверь дверь черного входа есть так ну я предлагаю что у меня есть стелс я предлагаю что я могу попытаться один из кем-то инфитрироваться черного входа остальные пытаются его как-то отвлечь и попытаться проникнуть через окно через дверь я на самом деле предлагаю так что действительно что я что я с лэндоном мы пойдем через задний вход попытаемся войти а в то время как мистер лэндсикер и мистер грозбах будут громко угрожать именем стражи и требовать чтобы товарищ покинул помещение а если не починиться будут ломать дверь до либо у нас есть по нашему сигналу и я могу послать этот у меня есть месседж так что я наверное смогу послать даже сообщение я сейчас посмотрю как у нас есть имя этого пацана что есть у нас есть имя этого парня порфири говорит что кажется мальчишку зовут айнс айнс ну ладно в таком случае пирсик почищается горло я полю постучусь ребят давайте тогда обходить кружком и в таком случае я так и сделаю так ну чё мы подходим к задней двери там акси давайте спросим у порфире там есть какой-то замок на заднем нет на задней двери замка нету нету не дипломатии поэтому я просто громко постучу и попробую дверь на нахуй толкнули грот паха есть это нет 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 тоже нет ну ладно тогда я просто можно дверь можно сломать это проверка атлетики если мы пытаемся сзади если мы пытаемся сзади фильтрируется ты чё стелс кидать а да надо будет кидать стелс потому что когда ты приоткрываешь дверку ты видишь что на полу достаточно большое количество стеклянных осколков попробуем неправильные агенты ну что в таком случае просто хорошо ну приблизительно выглядит следующим образом лэндон и валдер начали аккуратно отодвигать вот эту входную дверь и аккуратно начали наступать ну скажем так пытаться проходить внутрь а вы в принципе первыми увидели внутри причину погрома это 14-летний мальчишка просто вот реально мальчишка подросток одетый в какую-то там одежду висящую на нем фактически мешковато белобрысые такие кучерявые волосы и просто вот реально юное юное детское лицо совсем лэндона получилось это аккуратно но валдер наверное свои довольно просторные мантии зацепил как-то неаккуратно наступил на стекло в этот самый момент мальчишка испуганно оборачивается вашу сторону и вы видите что он телепатически поднимает какую какую-то стеклянную бутылочку и держит ее на готове полтурим просто со всеми просто деревянными потрохами наваливает дверь внутрь там дверь улетает вместе со стулом которая его подпирала и вы видите двух своих коллег которые стражу округа бросить оружие значит я думаю что в этот момент действительно когда это был туриму вышибает дверь это это взлетает они с это бросить оружие волдара который это так поправляет свою мантию это отдирая ее от это это встряхивая с нее осколки стекла и после это так отталкивая в сторону чуть стекла это ботинком это полагаю вам молодой человек лучше прекратить вашу противоправную деятельность и сдаться это это все это ведьма это она противоправными вещами занимается он показывает пальцем в сторону на улице но вот стеклянную бутылочку на небольшой телепатической этой штуке он не удерживает так ну давайте давайте я пытаюсь кинуть дипломатию чтобы его успокоить наверное ну и он говорит что так парень успокойся и мы с городской стражей мы со всем разберемся мы обещаем что поможем тебе найти твоего хозяина только прекрати гробить магазин это ничего не приведет у меня конечно любит просто ну в принципе должен сказать этого хватает после твоей речи ты замечаешь что он он зажимает эту бутылочку аккуратненько как бы кладет ее мастер мы с мастером был туримом прибыли неделю назад это его болт не болтурим кимин лесом мастер кимин лес мы прибыли неделю назад и три дня назад мастер мастер кимин лес сказал что он пойдет искать он пойдет искать нам какое-нибудь место где мы сможем переночевать и его уже три дня нету уже первый день работы я был уверен что это вот вот это вот видимо занимается вы вы ее спрашивали это точно точно вы ирла шури пожимать вот он пожимает плечами мы я пригласил и хорошенько ответственностью и она не колец так что похоже что все таки не она ну мы здесь все осмотрим на всякий случай но с его я что здесь поэтому тебе придется формить заявление о пропавшей персоне мы туда займемся и розыск ты ученик волшебника и не умеешь писать я думаю что мы по взаимствуем портфель а я думаю что я думаю что можно дать нам и что мы можем сказать либо на валдер говорит где находится собственно участок полиции потому что ну не это не есть какая-то тайна которых мы храним но сюда да по идее он недавно открылся но он нелегально работает это валдер так достает это с пояса на свой набор бумаги перья и говорит что давай сейчас мы с тобой тут присядем пока я не будто смотрю пока мои коллеги будут осматривать помещение я помогу тебе правильно заполнить чтобы это не утонуло в бюрократии потому что не зря же я брал длигал лор точнее мне его дали я даже кинул хорошо пока валдер вы собственно отвлекал мальчишку по показывал объяснял ему как собственно правильно написать заявление это в принципе понимаю что у парня реально хороший почерк всего явно скажем так хорошо учили и в общем заявление выглядит образцово показательным ты бы скажем так в участке это заявление бы повесил как такое образец для заполнения тем не вопрос чем остальные занимаются я думаю что как минимум минуту это займет я думаю что лендон сделать персонит все таки то есть минуту он как бы типа изучит это все и потом он все-таки для проверки совести сделает perception check 11 плюс один за то чтобы попытаться найти продолжать и ненавидеть 10 будет чтобы пытаться найти и вряд ли все-таки хозяйкой вдруг там какие-то следы этого мастера каменлеса есть пирс и лэндон при осмотре понимаю что в общем то самая обычная аухимическая лавочка магические градиенты журналы ну скажем так книги заклинаний ну скажем так книга заклинание самой это волшебница самый ценный предмет который пожалуй нашел пирс в остальном там ингредиенты и скляночки всякая такие это утварь в общем кроме скажем так волшебные утвари и ну и всяких таких прочих атрибутов волшебников вывод и лавочку ничем особенным не обнаружили подвалов здесь то но не каких-то подвалов здесь точно нет были скажем так были подозрительные скажем так пятна но эти пятна по большей части пирс может сказать точно это от разлитых зельев но никак не пятна крови никак тем более скажем так в лучшем случае это что-то из магических ингредиентов да парень погромил попереворачивал здесь все но каких-либо следов пребывания волшебника кого-то постороннего здесь нету это хорошо хорошо и конечно по нашему лигу лорок в каком возрасте у нас наступает возраст уголовной ответственности за уничтожение частного имущества а но я на самом деле думаю что этого товарища что будет она настаивает на возбуждение страдавшая или нет ну да а в принципе мне кажется можно по крайней мере попытаться решить дело мирно если в принципе вы написали заявление валдер как бы объяснил как бы куда именно эту бумажку и собственно я либо а так еще один момент да я наверное что все таки я спрошу у него где и он в настоящее время да что если ему там мастер это стенд как он на этот хороший мастер вообще мастером естественно говорит хорош по поводу денег ничего нету в плане денег как это ни странно то есть у него какая-то небольшая книжка очень это мы его не грабить визуального я говорю то есть визуально у пацанова вот вообще практически вообще не и вас я нет я его спрашиваю что это что собственно ему то есть тут место мне дают ночевать иногда всяких домиках палатках ну хорошо в общем ты нам скажи где тебя искать в случае чего что если мы это сейчас мы поговорим с написать какой зовут да вообще нам нужно где-то это вести и лог и потому что я записываю тебе в этот кампейн нот какие-то этот войнуар вайпсица происходящего но вы копычек хотел это у нас по ферри это на владельца магазина который он разгромил так сейчас секунда чтоб тебя круй а этот товарищ так сказать ребятами у меня все розы как этого товарища зовут а юнс вот а юнс ученик химин кемин лес да так у меня еще такая просьба будет ну хоть не эйна или как там этого чувака в этом оверлорде звали я не знаю вот на самом деле оверлорд для меня это одно из самых отвратных это аниме которые вообще я видел с точки зрения морали это просто ты мало видимо я не смотрел очень надо больше смотреть но слушай я не настолько desensitized как ты то что когда этот попаданец из реального мира начинает творить неограниченную злобную хрень да что ну я не могу этого морально оправдать этот сейчас просьба у меня есть вот турнир посмотри я скинул там новый токен я попытался пойду эти глаза перекрасить никто так и не помог это перекрасить один кори второй зеленый вроде бы все должно хорошо сделаем тебе сейчас успешно уладили все сообщения владели все проблемы это не считается так я не знаю то сме за эти тентакли случайно и тела торг карнас дивайн лэнс так что а я увидел с чего тут поделаешь вайн лэнд вспомнили в общем то после чего владелица магазина после того как вы парни успешно отправили отдыхать владельца магазина вас в общем то благодарно вам кивает говорит что она займется пока уборкой всем прочим ваш патруль в общем то начал подходить к концу вы завершили буквально но в течение может получаса 40 минут вы закончили и вышли на начальную точку патрулирования где вы собственно и были но я думаю надо зайти зарегистрировать эту хрень и но зарегистрировать это обращение и заодно поинтересоваться у если не ошибаюсь это сержанта ола не было ли других обращений насчет пропажи людей вот пока ты начал как раз искать сержанта ола сержант ола в это время искал вас пока я направляюсь в сторону штаб-квартиры вы видите вы пару раз получали сообщение от своих коллег что вас срочно ищет сержанта ола вас срочно ищет сержанта ола да собственно все дороги ведут что ваш скажем так ваш участок вы заходите в водную комнату доложиться насчет караула вы видите сержанта ола в довольно скажем так напряженном и напуганном виде он такой а друзья рад вас видеть так на каравула прошу успешно да все все уладили все окей все пучком отлично тогда вот следующее обращение он сразу передать кто к нему ближайший я так понимаю валдер же был я думал да он сразу так так валдер держи валдер вперед и разворачивает смотрит что что там написано на севере от скажем так основной ярмарки есть цирк там распортировался зверинец одного скажем так условно говоря господина и черт побери я не знаю что там произошло но там все практически все все клетки зверей оказались открытые там сейчас бегают огромное количество всяких тварей и в общем они что всех пугают они короче черт побери цирк цирк которым надо разобраться успокойте там этот зверинец и разберитесь какого черта там вообще происходит ясно так точно насколько нам разрешено укладывать зверей на вечный покой это я вообще без понятия так что работайте по ситуации так нам предъявит скорее всего хозяин цирка черт побери его вообще больше проблем вообще если что у меня есть забавная билка вот такая но я не знаю работать для зверей потому что разве дипломатия скорее всего это надо чтобы они понимали что это значит за крейчер фрайт на твэлю байту крейчер фрайт на твэлю а как она называется а но коз фоу армата скилл фит но на зверей это далеко не факт что будет работать ну вот я про что ну хоть людей можно успокоить в общем отправляемся думаю ну и кстати кстати лид то есть типа лид на этого на камин лес у меня сохраняется то есть типа дело по прежнему открыто там я могу до двух разных лидов помочь иметь одновременно да именно так хорошо не так я попрошу вас выстроиться здесь я не вижу ничего сейчас я сделаю себе светлую какую нибудь эту я вижу на церкви очень похоже вполне похоже да я просто хочу сказать что это сейчас и у нас остался Лэндон да альфа а что я хотел сказать да я думаю что я по дороге предложу что учесть слова Олла и зверей мочить если будет реальная опасность это жизни людей потому что если мы если мы их будем убивать то возможно что стражи предъявят конечно мы от этого отбрехаемся но точнее мы сможем этого легально избежать но это будут лишних хлопот которые вряд ли нам сейчас нужны и может быть они нас даже вознаградят за помощь Лэндон хлопает свой сап и говорит что на зверей дубинки действует точно так же как на людей поэтому в принципе можно нелетально отработать так кстати набить льва дубинки по кумполу пока он не отрубится так ну и собственно что это что мы видим кого мы видим когда сейчас я вам расскажу собственно что вы видите когда вы продвигались через ну скажем так сторону этого самого зверинца на встречу бежало несколько человек ну в общем то обычные рядовые торговцы они сказали в общем все тыкали в ту сторону там какая-то дрянь буяни там она наши палатки переворачивает там разберите с этим да в общем все в таком духе первое что у вас встречает это действительно такая большая телега с немножко раскрытыми выломанными прутьями несколько поврежденных палаток и возле одной из палаток видите копошающуюся такую зверюгу зверюга выглядит как зверюга выглядит очень крупным петухом только с кожистыми крыльями без перьев какатрикс какой то что ли а что на его можно кинуть потому что ну так то это какатрикс по идее а это он самый да нет это понятно а альфа альфа это щас такой сигнал как будто вещаешь донбасс из-под обстрела жуткие помехи бестиарии 66 а странно у меня вроде все нормально ты шуршишь немного он бист то есть кидается скорее всего природа Nature да но у меня по-моему нет Nature у меня даже нет Nature но я очень умный так проверка проверка я нормально или нет все же нормально а пока все еще шуршишь так у Бултурима нет Nature может Бултурима нету нету, окей Бултурима и Nature есть ну он так фигурный а а А так как, в общем, Валдер Пирс понимает, что кокатрикс, ну, это натуральный кокатрикс, большой, ну, самец или самка, скажем так, не указано. Чем он занимается? Он занимается тем, что он выискивает различные предметы, чтобы оборудовать гнездо. Вы сейчас стоите буквально рядом с его гнездом. В какой-то момент он оборачивается в вашу сторону и громко противно бежит. Вы понимаете, что вы сейчас рядом с его гнездом, и он будет вас от него отгонять. Делайте бросок инициативы, друзья. Ну, что я могу сказать? Помехи. Пока отойду. Что? Я по-прежнему помехи. Нет, теперь лучше. Анонимити, deception, тус. Я бы посрался. Был у меня сегодня шляпа какая-то. Я кидаю 4-5, 4-5, все. Других цифр нет. Не завезли. Да, кстати, имеет смысл это перетаскивать свои токены, потому что тогда у нас эти хотя бы имена будут в этой инициативе. Ну, я делал, я кидал зажатым токеном, то есть все вроде правильно. У меня вроде есть химия. Да нет, понятно, нет, просто у тебя, это не токен, по сути, это картинка. Да, если со своего этого чартника перетащить, то будет именно токен. Нет, не будет. Я себя вручную переименовал. Хрен знает тогда. Не знаю, странно все. У меня вроде написано, иди токен. Ну, ван, черт. Ну, во вторнике, да, и за закатрики. Да, 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 сейчас, секунду. Че, конечно, я не знаю. Нрав поплеваем, как салтыков. А, ладно, бро, он не настолько большой, он немножко поменьше. Это небольшой. Сейчас у нас будет жестко пиздить, я чувствую, судя по 23-й инициативе. А, да, именно этим сейчас и будет заниматься. И Волдор в первой линии офигенно он стоит, конечно. Однако он бросается на ближайшего к нему противника. Это он был Турим. Да, но вот так один момент, что я, наверное, можно считать, что когда мы подходили, я достал свое зелье. Вообще, да, можно считать, что мы вооружились, что мы все-таки как бы, ну... Да, 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 я думаю, я вам говорил, что как бы вам навстречу бежали торговцы. Ну, я сап достал, то есть я упоминал сап. А почему я тогда в первом ряду? Ну, потому что... Ну, вот, вот, перестроится, потому что... Нехарактер в первом ряду ходить. Ну, я бы сказал, наверное, пирс отсюда лучше. А нет, пирс тоже ватный. Туда лучше меня в первую ряду, а вот так, на задней. Потому что у нас, по-моему, пирс в броню вообще не может, если он этот, как его доменный приз. И тем временем в сторону Болтурима у нас идет укус. И Болтурим... Раз мы подготовлены, то, наверное, щит поднят, тогда 20. И этот укус как раз ровно приходится на этот щит, он промахивается. Валдер, твой ход. Так. Какую бы зарыщение сделать. Уже забыл, что у меня там заготовлено. Так. Магическое оружие у меня заготовлено. И так как я помню, что это, что Болтурим любит бить своим щитом, Болтурим делает пятифутовый шаг за одно действие. И за два действия обкастовывает Magic Weapon щит Болтурима. Эту часть, условно говоря, это плюс один Strike Weapon. Плюс один Strike Weapon. Прекрасно. Кинь только в эту в руку что-то из кастовал. Прожамкой. Так. Общественный вопрос. Что вы хотите? Мне кинуть на него Ривен Фиблман, чтобы ему отсосать немножко штрафы? Либо всем кинуть Блэс? Ну, не знаю. Мне кажется, Ривен Фиблман был бы актуальным. А в принципе, вот у тебя, по-моему, самая высокая природа была, да? Да. Скажем так, это тварюшка третьего, скажем так, с членджерей рейтингом 3. Ясно, то есть, цель у него был довольно суровый. Туда былось? Да, давайте тогда будем, сделаем Блэс. А, кстати, я не совсем понял. Блэс, он типа как Аура, то есть он работает, пока мы вот так вот стоим рядом с собой. Да, да, да. И с каждым раундом этого, как Аура Суперсояна, она у меня растет. Сейчас только надо проверить. Я не знаю, что Каура Суперсояна. Так. Это означает, что у гнома нашего будут сильно вывелись. Опачивается в длине волосы и он будет орать как укрешённый. У гнома до варха, Бартон. Да. Так что, таким образом, агент Лес temkin опять достанет свой свитый символ и начнет кастовать заклинание, говоря... АААААААААААААААААААА… И это у нас будут мои два заклинания, этих самых два действия. И за третье действие я подниму щит свойalities. Ага. Аниме wasn't a mistake. Увы. Так, я так понимаю, что этот статус-бонус, он стакается с этим, с Magic Weapon. Стакается, стакается. Хорошо. Статус-бонус. Болтурим, твой ход. Так, то есть плюс два идёт, да? Да. Да, у тебя плюс два и плюс дополнительная кость урона на оружие, если попадаешь. Да, так сказать. Да. Мы, условно говоря, бьём нелеталым, потому что мы умеем бить людей нелеталым. Да, 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 да. Я как бы говорю, бьёт нелеталым. И как от Риксус тоже. То есть, ну вот, если Рейдж даёт урон колдом, то это не будет нелетал, да? Весь урон нелеталым. Ты настолько натренирован, что ты можешь бить нелеталых по-любому, по-моему. Ты можешь фэрбраун бить нелеталым. Да. Ну, тогда... Так... Тогда... Такие... Рейдж... Ну, блин, нажимать не буду, потому что у меня там есть текст. Ну, ну, окей. Ну, окей. Так, значит, еще... Я так понимаю, две тычки летят в Кокатрикса. Так, ну, сейчас одна тычка. Не, это у Контритса кто-то. Ну, первая промахивается. Вторая... Вторая. Вторая, а там уже минус идёт? Да, да. А, минус пять, да? Вторая, к сожалению, промахивается тоже. Эта тварь, так как она немножко мелкая и проворная, по ней попасть довольно сложно. А, нет, погоди, у тебя плюс два же, да? Ну, да, у него плюс два на эту атаку. По идее, по идее, там уже должно учитываться. Это я уже вписал тоже. Молодец. Так, а, то есть... Погоди. А, ты уже вписал этот бонус плюс два за БВС и за страйкинг, да? Угу. Ну, в любом случае, да, так да, промах. Лайдон? Так, ну, я буду сделаю гэмбл и буду надеяться, что сколько трикса нет у вас своего файтера, поэтому я пытаюсь обойти шву поля. Что бы мне прилипать что-нибудь? Нет, по тебе ничего не прилипать. Трэш, пожалуйста. Клона флэдфутед у него минус два конца, если что. Трэш, 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 трэш. Так, соответственно, я... Я этого первая экшн... Зараза, я за секунду. Рой экшн я... Делаю стратагему и, соответственно, кидаю... Теренчик, почему я... Ну, чтобы меня были... Ты сейчас кидаешь атаку, я тебе обраду. Попадает ли это? Нет, тут ты говоришь мне, если нет, ты потом говоришь. Значит, 23. Я кинул 23, соответственно, он флэдфутед. Да, я делаю атаку. Так. А, у нас плюс-минус 10. Это обычное попадание. Можно унести урон. Так. Бум. Естественно, здесь идет дамаг и прессайз, потому что это был этот стартагем страйк. Да-да-да, я понял. Восемь урон, отлично. В общем-то, агент Лондон мувается, окружает этого Катрикс и дает ему похребтение. После чего Катрикс, естественно, крайне яростно смотрит в твою сторону. И он делает несколько укусов. Ну, сейчас страшно. Ну, должно быть страшно. Первый укус у нас идет Блендона. Ой-ой-ой-ой. АЦ-18. Это тебя спасло, потому что, если был 16... Был бы, да, критикал сексесс. Я просто драюсь, а что ты мать не могу? Да нет, так как он все-таки довольно мелкой тварь, вряд ли раз придорась его бы у тебя. Так, запиши себе три урона. Это у нас первая. Ладно. Так, значит, в каком у меня хитов? Мне 15. В первом уровне. Так, вторая атака. Так, у нас Файнас, это у нас минус... А, нет, Файнас, это не то у нас. Минус 5. У тебя 18, да? АЦ, Лэндон. Да-да-да. Ты что, угли по мне, что ли? Ты же сказал, что вторая Болтурима будет, нет? Я сказал... У него, вообще-то, тоже три экшена. Он как бы этим пользуется. Ну, ладно-ладно. Два укуса летят в тебя, вторая атака промахивается. А вот третий укус ли идет в Болтурима. Болтурим у тебя сколько? Так как враги, чит не поднимал, то 17. Это попадание. Уносите Болтурима. Запиши себе единичку. И сейчас Лэндон и Болтурим, сделайте мне, пожалуйста, фортить ют. Сложность 20. Ух-ху-ху, ничего себе-то у него. Нормально. Я сейчас объясню, что именно происходит. Ну, понятно. Он... Так, Болтурим успешно. А вот Лэндон понимает, что от укуса как Атрикса, скажем так, место, где он проткнул, его кожа немножко, твоя кожа начинает немножко каменеть, и ты получаешь состояние слоу лет один. Час, наверное. Минус один экшен или что? А, слоу лет сейчас... Минус один экшен. Да. Понятно. И на этом его ход все. У нас точно это должно быть... Ладно. У меня просто терзают смутные сомнения. На чем еще? На чем еще? На чем ульт-третий кричи против первого уровня? Ну, вот, с ним надо было... Ребят, я честно, это так прописано. Мусорнулись. Валдер? Ну, что я могу сказать, что у меня там такого, что его наверняка... Фу-фу-фу... Может, сейчас демпасса прибежит, он спасет. Валдер. Интересно. Так, ну, наверное, тогда это будет... Блин, я забыл... Ну, путь будет Рео Фрост. Так, окей. Не ретайлеры, Рео Фрост. Блин, это шутка никогда не устареет. Охуенно. Ну, круто как. Ну, и хорошо, и Валдер проходит сюда, становится за... Этим, за Лэнтоном. Дэм нас сильно любит, просто. Ну, ладно. Лидсикер. За экшен я наращиваю свою ауру. Угу. Сам я понимаю, ты ее видишь, остальные, наверное, не видят. Поэтому теперь Кокатрикс тоже в этой ауре. Ему хорошо. И... Насколько я понимаю, это не работает. Да, это не работает за него. Для него. Окей. И у меня остаются еще два действия, и за эти два действия я использую Дивайн Ланс. Прекрасно. Действие. Как это ты Дивайн Лансуешь, детка, ты меня. Господа, но мы здесь все умрем. Это будет нормально. Кубу шляпа, на самом деле. Это какой-то адрес. Я за... Давай, покажи ему, я хорошо. Болтурим твой ход. Так как мы его уже окружили, то взбивать с ног его уже бесполезно, я думаю, да? Да, просто бей. Просто бей, да. Будем надеяться, что у него там не 50 хитов уже сколько-то на третьем уровне бывает. Ну, в принципе... Я уже вижу заголовки вместо газеты за четыре стражника, и они смогли победить гигантскую потуху. На самом деле, так, а, там уже все бонусы пощадки, да? Я тебе... В общем... Кроме фланга. Да, минус два. Минус два у него, да. Болтурим обрушивает удары своего счета на эту тварюгу, и должен сказать, третий удар этой тварюги достигает. А, это же этот... А, это же этот... Он один делал до матча, что же, то, что куб и еще... Ну, куб сливой, и... От магии выпай на куб там, и четыре еще отраги. Ага, четыре рага, а дешено... Это-то 17 же получается, да? Нет, дамага... Дамаг 21 там получается, по-хорошему. Да, что... Давайте это... 21... Какие, да, ладно. Стоп, нет, и 21. 23, нет, там... Забыл убрать, но я все... Так, как не 21... 17, ну, собственно, что я говорю. Просто это четыреков в непонятном случае здесь. Я всего-то из кубики дальше не знаю, здесь. Нет, там он дополнительно идет. Ладно, хорошо. Третья атака попадает, 17 урона чтено, и тварюшка выглядит такой уже покоцанный и раненый. Так, ну что я могу сказать? Лэндону, конечно, нехорошо, но он все-таки попытается продолжить свои стратегенные атаки, поэтому он снова... Снова, ну, я уже не буду каждый раз этот фит активировать, снова, значит, где у меня сабхаймстер-пэкема. Опять 23! Ну, тебе везет, да, это попадание. Роффл. Ну, соответственно, естественно, бью, и получается на семерочку я ему вписал. Тварюшка. Так, мне нет, нам не нужно никаких повторных кидать сейвов пока что. Потому что я там, по-моему, в этой модели, он там каждый ход же кидает сейвов. Такое, потому что... Нет, это... Лизерф, агентский, эрфингрис, рот кондишн, Эври 24 ауэрс. Или это в СФ это было прикол? Уже полковано. Эври 24 ауэрс, то есть ты пока еще под ядом этого Каприкса. А, ну просто в СФ я бы кидал каждый ход, пока бы не умер. Да, 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 ну нет, ты пока слоулит один, то есть ты пока замедлен. Тебя кидать? Тем временем, так как Бултурием выглядит... Хотя, наверное, даже вот так, так как Бултурием выглядит большой грозной целью, Кокатрикс отлетает в сторону и пытается укусить его. Бултурием... Критическое попадание, критический промах. Окей. Критическое попадание. Шесть... А хотя, погоди, как у нас, по-моему, крит у нас считается только однокость, но удваивается. Балтурием, тебе прилетает 8 урона. Так. Да, ты что, пускай я читаю? Вот эти, как это называется, временные хиты на траге, там вроде бы... Да, они списываются, то есть сначала списываешь временные хиты, их у тебя 4, по-моему. Да, 4, но я там вроде где-то видел, что они должны восстанавливаться, но я не помню, это от какого-то хита или изначально. Но сейчас они у тебя не устанавливаются, сейчас они у тебя улетают, 4 временных хита улетают от укуса, 4 урона в основное здоровье. Так, на всякий случай, чтобы не было потом этого вопроса, это если удваивается урон, то удваивается все. Так что это не как в пятерке, только кубы. Хорошо, но в любом случае, один укус, как Атрикс немножко перелетает в сторону, укус своей Балтуриема, у него это получается. Валдер. А, кстати, форта... Да, сейфы выкидать не надо. Балтурием фортитюд с двадцаткой... Он уже побросил. Так это... Это второй укус, да. Это каждый укус. Успешно Балтурием, весьма крепкий двор, ну в принципе, как это соответствует... Ну, он двор. Своему энцестре, так сказать. Валдер? Мама, че мой двор? Валдер. Ну что ж... Попробуем еще раз дубануть. Телекинетик проджектайл... Добеда, разница, это что с двенадцатом я в нем не попадаю. Ну, да. Довольно мелкая и проворная тварь, и она уклоняется от твоего снаряда. Так, это два экшена в третьем что-нибудь будешь делать? Лидсикер? Так, нет, нет, а, стоп. Агент Лидсикер, да, вы. Так, за один экшен я опять наращиваю свою ауру. За второй экшен мне становится пиздец как некомфортно стоять рядом с этой кусающейся тварью, поэтому я отодвинусь. Примерно вот сюда. И за мой третий экшен я подниму щит на всякий случай, потому что ничего другого я сделать сейчас не могу. Так что... Турим? Вперед. Теперь вы все находитесь в этом, в моей амблесе, и я больше не буду его поднимать на следующем ходе, я посмотрю, что я мне другое сделаю. Я могу подождать, пока у нас Лондон снова во фланг идет. И как? Ну, скажем так, позади, как от 3x стоит палатка, и ему там будет довольно сложно, ему там придется кровать, кидать шум, спалахки атаковать. Как там? Ты типа хочешь переместиться сюда и заготовить атаку, чтобы подойдет Лондон ударить вместе? Да, 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 я сейчас объясню. Как это работает, заготовить действие, это ты тратишь 2 экшена, это будет ровно 1 атака. Нет. Точно? По-моему, да. Да, и радиоэкшен, и радиоэкшен, но 2 действия, ну, скажем так, тратить 2 экшена. Ну, погоди, а в принципе, в чем проблема, что это, что ты можешь зайти в бок, из-за которых действия, это 1 атака. А разве он не тратит 3 мув на 1 мув? Он тратит 1 мув и 2 экшена, он тратит 1 рейди. А, ну, рейди, собственно, он включает в себя 2 действия. А, я понял. То есть, рейди, он как бы оплачивает это действие, все, понял. Если что, я где-то скорый дискин, лидинг. Я воршу, болтарим, болтарим, болтарим остается на месте. Ну, да, просто бьет, скажем, сюда. Давай, сколько, 2, так, попадание, первое. Да, это уже правильно. Это чистое попадание. Почему 8? А, 12. 16. Я так понимаю, что у него... А за счет чего у тебя идет колд дамаг? Первая атака браунда? Потому что я враги. Потому что я враги. Враги в этих условиях она у тебя идет. Меня засломал игрой 5. Погоди, сейчас стою, стоп. Смотрю, у тебя, ты выкинулся в 4-браунду. А, секунду. Да, ну, выбрана как-то хитрага. Дракона, что ли, брал тотем? Крутят, это вообще. Дракон, дракон. Драконий тотем, окей, хорошо. У тебя получается 4... 4 на кости, 4 за... Дабилити 8. Плюс 4, 12 за рейдж, как я понимаю, да? Еще плюс 4 за то, что у тебя страйкинг оружия в данный момент. И того, 16. Да. Там просто никаких кубов, по идее, не должно быть. Надеюсь, что дамы слезы нет? Или это за страйкинг? Это бой, он бонус к урону идет. Хорошо, 16 урона. В принципе, Балтурим, что я могу тебе сказать? В тот самый момент, когда Кокатрикс как будто на что-то отвлекся, посмотрел в нем, или что-то хорошо, ты прям ему сверху прикладываешь башкой, по башке этим щитом. И он без сознанки лежит прямо у твоих ног. Отлично. Друзья, я с чем вас поздравляю. У нас первую боевую сцену мы прошли успешно. Окей, важный уточняющий вопрос. Ты его на смерть добиваешь? Нет, как-то в без сознанку, но он, так сказать, все-таки разве... Несколько секунд стоит в мыслях... Сломать шею... Все же остывает. Я отходил здесь, сказать... Друзья, вас поздравляю. Первая боевая сцена прошла успешно. Предлагаю сделать пяти минут. А потом долго, чтобы мы играть в зависимости. Парадон, это чтобы учесть, чтобы мы когда начали покупать. Ну, нормально. Хорошо, да, я говорю, если окей хотите сразу, можем войти сразу. Я не прочь в перерыве, я просто беру, что я потом не хочу еще миллион лет играть. Полчаса я меня обустроил. Просто мы обучим, как это больше играем. Хорошо. así. Редактор субтитров – Александр Ramos Продолжение следует... 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 тут надо будет сейчас сколько могу я оказать первую помощь секунду тут тоже мне надо оказать первую помощь так альфа здесь пока нету крысы здесь здесь мы за кстати да я обновил этот bs поэтому теперь он научился делать паузу но это уже поздно а ok и и и и и У нас, по-моему, у нас, по-моему, у него этих лечилок должно быть что-то, какое-то немерное количество. Ну, одна плюс моя харизма. Харизма у меня двенадцать. Потому что я двор. И это то, я вложился в нее. А ты у нас кто? Классо. Я Клерик. Клерик с двенадцатой харизмой. Нет, это было бы нормально, если бы он был этим варплистом, но он не варплист. Кстати, за три тоже делал Клерик с двенадцатой харизмой. Ну и чем закончился Клерик с двенадцатой харизмой за три? Ну, ничем поехал. Это уже не то. Живой, здоровый, поехал домой с деньгами. Ну, в принципе, да. Завтра, кстати, в Майнкрафт чуть затрачивать с утра сегодня. Прямо вот как я зашел в дискорд, у него Майнкрафт как висел, так и висит. Ну, может, ушел на перекус. А, и там интересно, там если кликнуть на этот, на информацию, а, вот, это что там, например, висит в меню, в каком измерении Dimension Overworld. Он десять часов затрачивает, и у него девяносто девять модов. Насколько железа хватило. Да. Ладно, продолжим. Так, да, продолжим. Вы добрались до Зверинца, и у ваших ног лежит бессознательный какатрикс, валяющийся в бессознательном состоянии. Я полагаю, что мы ему его малость стреножим. Да. И заткнем клюв. Это что, веревку где-нибудь мы здесь найдем. Ну, веревку у нас даже на Тите есть, но, в принципе, да, можно иметь. Это самое, Ландону нужна первая помощь, чтобы обойти его отравления? Давай, три. Три хп не очень, но 24 часа ходить без одного экшена, это бобо. Поэтому, да, нужна. Если ты можешь... Хилится это или нет. Ну, трид-пользон уже есть, как в медицине. Так, ааа... Сейчас, секунду, я скажу точнее. Так. В общем, невероятная мерзкая тварь. Капассипейшн, правил трансмотейшн. Просто, ребят, сколько. Если бы она нас всех покусала по очереди, мы бы похренели им очень... Честным словом. А ты какой варвар? Который поклоняется драконам или который агрится на драконов? Нет. Сильвер? Нет. Там ты, когда выбираешь драгон этот... Драгон тотем, ты должен выбрать. Либо ты, короче, агрежешься на всех драконов, пытаешься их убить автоматом, даже если на первом уровне, а не в двадцатом. Или ты автоматом кидаешься к ним ноги, кланяешься и спрашиваешь, что они тебе велят делать? Нет, ну, друг, я спрашиваю, какой ты варвар? Ну, друг серебряных. Если что. Павел. Ну, я не думаю, что тут как-то злые серебряные драконы вообще где-то будут варварить. Так, кстати, а у нас здесь много ткани. Да, много тканей, какатрикс успел натаскать всяких вещей, ну, скажем так, ковров, подушек, всякого-всякого такого. Да, просто о чем думаю. Что, может быть, мы возьмем этого, возьмем это какатрикса, тщательно перебяжем, оставив только это клюв его, и будем использовать его как парализатор. Андрюха по коням, ну, возможно, криминал сейчас. Возможно, какатрикс. Да ладно, шучу, конечно, но жаль, что у него здесь это его способность, а не яд. Ну да, это как электрошокер, только не электрошокер. В общем, вы сейчас на входе в Зверенец. У вас, что могу вам сказать по поводу Зверенца? То есть на север от вас есть пара зданий, где расстается тоже какой-то подозрительный шум. А вы слышите где-то вот отсюда простые звериные голоса. И, в принципе, если кто-то подойдет вот сюда, к центральному входу, он увидит, что на озерце прыгает одинокий и отчаянно верещит одинокий пингвин. С пингвином будет все в порядке. Так это самое, насчет медицины, это про яд. Ну да, кстати. Ну, вообще, как бы это не яд. Это именно просто способность катрице. Это такая дрянь, которая на 24 часа... Меня просто поимели, я теперь на сутки буду без экшена. Так что... Да. Круто. Ну хуй оттуда. Так, ну тогда кто у нас еще раненый? Балтурима немного зацепила. Я же понимаю, я смогу теперь его... Так, у меня вопрос, Матер. А именно человеческих криков, которые указывали на то, что кто-то в отчаянной и сиюминутной опасности мы не слышим или слышим? Именно человеческих криков вы не слышите. Самый отчаянный громкий крик, это будто пингвина в озере. Ну, пингвин, он в озере, поэтому он в некоторой безопасности. На всякий случай, Валдерет встанет на королу и будет смотреть, чтобы пингвина там никто не съел. Ну, в смысле, мы же не знаем, может быть, с пингвином-то все в порядке, может, там шелкает какой-нибудь в воде, купается беглый. Ну, тогда тем более больше мотивов не подходить к озеру до того, как мы будем в порядке. Так что давайте Балтурим полечим медициной. Хорошо, у меня вопрос, да, вопрос, что вы будете делать, лечить Балтурим. Так, подожди, ты сказал, что был шум здесь, и ты сказал, что шум еще в каких-то домах справа. Это в этих? Да, ну да, шум в домах, которые вот слева от вас. То есть это слева прям какие-то такие большие полноценные дома. А справа от вас вы видите, ну, грубо говоря, такой обычный зверенец. Здесь, на северо-востоке, за озером. Ну, в этом в очереди, потому что вот у нас... Кстати... Элитсикер. Фокус заклинает для лохов, контрика для пациента. Что ты, самое, залагала мне тебе... Я расслышал только ААА и литсикер. А у литсикера какие-то фокусы заклинания есть? У меня была только Рэйвенфиблмэнд и Блесс, которые оба которых я потратил. Фокус заклинания доменные. У тебя есть еще за твой домен, есть фокус заклинания. У меня это самые... Слово правды. Так что я, если это самые... Надо кому-нибудь убедить, что я говорю правду. Ну, понятно, это бесполезно. Да. Хорошо, вопрос. Так мы лечим это Блтурима, а это 10 минут? Меня кто-то лечил. Ну, хорошо. Тогда я его лечу. Технически я за оба 10 минут я могу... Хотя нет. Ладно. Знаете что, мне надо попрактиковаться еще над Вормахом. Когда я обучался, там были только халфинги в качестве манекен. Хорошо. Вы потратите некоторое время. У меня как бы центральный вопрос, куда именно вы будете отправляться. Я думаю, пойдем сюда. Нет, но погоди, а не иметь ли больше смысла пойти в сторону магазина? Хорошо, тогда пойдем в сторону магазина. Ну, я говорю, я просто предлагаю сейчас шоптаться людям, помочь. Вы направляетесь в сторону этой лавки. Вы действительно понимаете, что это обычная продуктовая лавка с какими-то овощами, с фруктами. Сейчас у нее крайне разгромленный вид. И вы понимаете причину этого разгрома. Там внутри два четырестнадцатых ребенка. Нет. Один четырехлапый большой мохнатый с длинным продолговатым клювом, похожий на медведь создание. Олбир. Это охуенно. Так, скажи... Вы видите, что сейчас он, в общем-то, занимается только тем, что он стоит у продуктовой лавки, запустил свой клюв в какое-то отделение и жует какие-то фрукты. Олбир выглядит таким крайне довольным. Это любопытно, что это самое... У меня вопрос. Мы его... Я так понимаю, что двери открыты? Да, двери выломаны. То есть одна дверь просто вот лежит на полу, вторая вот так вот покорежена немножко. Ты как-то, знаете, я видел донжоны, которые на первом уровне были менее летальны, чем вот этот цирк. Ну, по-хорошему... В принципе, если вы прокинете мне природу... Мне, да, мне четко подозрительно, что медведосычек жрет эти самые фрукты, но давайте порой генем. Ты много говорил, ментал-труидов? Ага. Так. Лидсикер замечает следующее, что этот самый совиный медведь, он очень старый, выглядит истощенным. Именно, пожалуй, то, что это его основная причина, по которой он сейчас занимается именно едой. Он на вас никакого внимания не обращает. Хорошо. Давайте тогда... А, двери сорваны совсем, да? То есть мы не можем их закрыть и забаррикодировать с этой стороны. Вот я хотел примерно то же самое предложить. Передосить что-нибудь, чтобы забаррикодировать дверь. Чтобы он просто не ушел отсюда. Какие-то ящики вроде есть. Теоретически можно купить из этих... в палатах перетащить. Не знаю, ну, кто-то... Комментарии от ГМа. В принципе, с внешней стороны вы вполне сможете найти. Различные такие штуки, которые, в принципе, можно забаррикодировать дверь. Те же самые разгромленные как от Риксом палатки, ну, чуть ниже, южнее лаза. А мы можем перетащить туда просто тупо повозку? Ну, это займет у вас некоторое время. Кто у нас ближайший, получается, лид-сикер к обходу? Более или менее. А ты замечаешь, что у противоположного входа выглядывает такая гуманоидная голова. Женщина с заостренными ушами смотрит в крайнем ужасе на этого медведя. Ясненько. Ну что, в таком случае надо уведомить остальных, что стоп, отмена, отбой. В здании гражданские надо... Так, значит, когда он это говорит, подходит Валдер и тыкает пальцем в сторону. Так, у меня есть заклинание сейчас? Можно его проверить, а потом уже тыкать пальцем в сторону. Блин, я его конкретно на сегодня удалил. Молодец. Жанно. Ладно, ладно, я выступаю с таким планом. Он говорит, что этот варь хочет есть, поэтому у меня есть такой план. Давайте пока его оставим, возьмем, найдем одну из вот этих вот повозок, значит, проверим, если она открыта. Тогда мы возьмем рацион и будем подманивать своего медведя рационами. Потом закинем рацион и в телегу, он залезет в телегу, мы закроем за ним дверь. Если что, окей, хорошо. Хорошо, немножко, опять же, севернее вас, вы слышите звуки... звуки ругани на общем языке, тоже звуки какого-то звериного копошения. Так, в это время, значит, Валдер, он пишет на бумажке, что у нас есть план, это спрячьтесь и не высовывайтесь. И так как магическую руку я сегодня тоже, блин, не запомнил, использует эту бумажку как телекинетический projectile, чтобы кинуть ее в сторону, ну, к этой бабе. Хорошо, в принципе, тебе это удается, ничего бросать не надо, она тоже с очень-очень большой надеждой смотрит на вас, разворачивает бумажку, ты видишь ее, ну, замечаешь своими альфисскими глазами, что ее глаза пробегают, она тебе кивает и уходит, скажем так, в глубину помещения и закрывает за собой дверь. Окей. Так, ну и что там за ругань? Вы выглядываете, что там за углом происходит, да? Да. Перед вами открывается следующая картина. Стоит мужчина в одежде такого вот кузнеца и грозно тычет палкой в сторону таракана, подобной твари. Тем временем, эта самая тварь, она находится буквально неподалеку от него, и вы видите, что она грызет на ковальню. Он пытается палкой ее мять, тварь шипит в его сторону, он на такое противостояние, скажем так. Растер это ебаный. Растер и тараканы, да, мерзкие твари. Ну что, ну я, наверное, потрачу свой бонд на то, чтобы обкастовать 5 щита Болтурима. Я думаю, да. Будем ее атаковать. Хорошо, значит, я трачу свой бонд на то, чтобы повторить магическое заклинание этого на щит Болтурима. Старик, а где твой код все это время находит? На тебе сидит? Хороший вопрос. Я думаю, что сегодня он рядом со мной летает. Хорошо, в этот самый момент мужчина как раз замечает вас. Стража, помогите, эта тварь жрется, тут железо все, уйди отсюда. Слушается такое шипение со стороны твари. Так, но так как она, я думаю, занята, поэтому можно сказать, что... Можем мы считать, что у нас будет это сюрприз действие или нет? Но пока тварь отвлекается на наковалью. Ну, это не ответ на ответ. Да, 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 сюрприз раунд. Садим шрифт, да? Как-то в дуэке работать я уже ничего не уверен. Бур-бур-бур-бур-бур, это хороший вопрос. Ну, хорошо, разрешу сделать, скажем так, разрешу сделать один экшен. Вот я то, что обкастовал этого товарища. Бумтуримый, я понял. Ладно, то... Так, таракашка, таракашка, таракашка у нас... Угу. Так. Есть ли вообще двойки шрифта с раундс? Есть. Я сейчас точно не вспомню, как он работает. Окей. Болтую сейчас. Лэндон, что ты будешь делать? За фрекшен? У тебя, ты, скажем так, это рэди-экшен, ты можешь заготовить и сделать одно действие. Скажем так, я это так пока засчитаю, я потом посмотрю, как именно это будет работать. У тебя есть один экшен, который ты можешь сделать. Критический случай, не за это, не за рифмованность сетки. С этой, так, соответственно, 5, так, 5, 10, 15, блядь, она 5, 10, 15, 20. 25 футов. Получается, что прям подойти я не смогу. Если так. Тут открыто вот это все, да? Да, это буквально совсем небольшие перегородки. Скажем так, перепрыгнуть их не составит труда. 10, 15, 20, 25. Ну, получается, что ближе, чем вот так и не встану. Да, ну, что будут. Хотя нет, знаешь что, нет, нет, я придумал, на самом деле. Я придумал. Я дроп на дубинку, наверное, в саплук. Вот так. Что-то на меня ход тоже. Заготовливаешь лук, окей. Лидстикер? Так, ну... Если только одно действие, то... Я достаю демократизатор тогда свой. Самый этот, найстик. Я так понимаю, на демократизатор, он не железный или железный все-таки? Я думаю, что он деревянный. Я думаю, да. Он, скорее всего, какой-то из твердых пород дерева. Но с каким-то железным. Меня только смущает то, что там оно описывается как телескопически, так что, может быть, железный, это серьезный. Так, Валдер кастовал это самое заклинание на... На Болтурима, да? Болтурим. С кустом на щит-то было, да? Да, у тебя на щите теперь магическая висит, блямба, магическая аура. Ну, если... Это так как, в принципе, Болтурима, ну, передо мной по инициативе, он, если ты не собираешься щитом атаковать, можешь какое-нибудь другое оружие дать. Давайте, так сказать, действительно, так сказать, тогда, так сказать, подставляя, вставляю все-таки, в постах. Ну, окей. Посох так, посох. Щит, вообще, при этом, в общем, не кричит. Болтурим с посохом, посохи на посохе, у нас магический эффект оружия, что-то еще? Ну, и, конечно, все-таки есть, да? Тогда уже впадает ярость. Хорошо. У нас начинается боевая сцена. Мы будем идти по комбат-трекеру. Болтурим, твой ход первый. Ты уже в ярости. Так, как я понял, там, sudden charge — это не по прямой, но именно можно просто два... Ну, там, грубо говоря, последний отрезок на прямой можно сделать, но, скажем так, как-нибудь вот так, это будет sudden charge. Ну, вот так, тогда... Угу. Так... Вот у меня не... Либо... Неречливый... Сейчас... Да, ну, да, неречливый... Так... Да, ты успешно разгоняешься и шарашишь двумя руками... По титуларе... Так как щит не щит все равно уже убран, то и вторую. Ну, вторая так, к сожалению, промахивается... Ну, пятнадцать, если что, там, первой. Угу, я понял тебя. А урона... Погоди, а урона от этого от холода нету? А, и еще четыре от холода, я не вписал еще, да. Тринадцать... Семнадцать урона, что ли, по-у-у-у? А, пятнадцать плюс четыре... Девятнадцать. Девятнадцать. А, да, сейчас тоже что-то напомнили. Угу. Окей. Э-ээ... Дин-дин-дин-дин. Все очень плохо. тем временем выступает ход как он 1 монстра 1 монстр раскрывает пасть и просто начинает поливаться свои и схватывать и сторону болтается тебя есть какие металлические предметы хорошо он тогда пытается тебя просто укусить пока он по тебе попадает и укус довольно солидно врезается в чей в твою кольчугу запиши себе 11 урона это пока именно обычный укус был обычный так довольно крепкие зубы однако от его антенны к ты уклоняешься ваутор твой ход не то что не сегодня сильно везло с этим но заклинание положим или что же электрик аркун целью так сэмикс роу по рефлексом делает так он делает рефлексами у них все хорошо он успешно это проходит это у нас базовый уровень урона получает да да ведь он на он получит половину урона у а ты понимаешь что он успевает отскочить от твоих электрических снарядов и его зацепляет чуть-чуть меньше чем ну хорошо ты на это рассчитывал лэндон так вопрос я все забываю в двойке есть куда штраф застреливали нет естественно наук работать все по нелегально значит поэтому а там там дело него джайли там есть четкий список оружия с которым он работает ну да окей я понял так соответственно и роуза вис на смерть ага 24 это хорошее попадание тут как бы так смотри подожди в турнир тут так короче я кидаю после этого я должен решить какую или нет а ты говоришь попал или нет смотри просто я сделал первый экшен я кинул куб а типа сказать что это реально атака это второй экшен я понял я не мог с этого соскочить ну и соответственно я да я подтверждаю атаку естественно куба 24 и я кидаю хорошо крит но это это 9 урона получается соответственно кстати в каком состоянии это раст монстр этому раст монстру довольно сильно поплохе он выглядит уже ранее лет сикер так ну что ж я в таком случае за интеракте я займу за оборонную позицию что в этим с этим демократизатором использую его как пари функции у него по-моему есть пари функции да вот и второй рукой соответственно вычерчу с этим символом заклинание дивайн ланс 17 17 нет к сожалению это про промах это тварь выглядит скажем так довольно проворный это дивайн ланс проносится над ее головой первый уровень господа первый уровень да болту рим особо ничего так и не делаем и не сделать попадание да и и дальше окей из трех атак попала первая а и при том так ровненько тюкельку в тюкельку попала а так у нас получается ты уже все бонусы посчитал или там еще плюс 4 за ярость нет вот 4 колтах там написано там просто это не выделяется четверка то есть 19 урона да ты самое возьми возьми четверку в эти двойные скобки и она будет выделяться как бросок вообще там получается 20 23 урона 23 да так сейчас секунду на 64 и этого ровно хватает чтобы был ту рима своим шестом просто оприходовал в полную безсознанку этого раст монстра вопрос что ты с ним будешь делать ты выводишь сюда как бы это не летальные мы не будем и мы не убиваем монстров так что не убиваем их не убиваем уточняю мало ли что вдруг хорошо у вас это успешно получается болтурим просто широким ударом своего посоха отправляет эту тварь в соседнюю стенку и она падает без сознания с чем у вас друзья я поздравляю вы успешно прошли боевую сцену ну ладно давайте давайте мне просто надо сходить в одном месте я не могу потом не успеть сорян если короче обычно но просто значит раньше нюрсковской хорошо я понял тебя ну вы начали расчищать и разбираться с цирком у вас кое-что уже из этого получилось это хорошо но бедный пингвин все еще орет на середине этого озера с ним все будет в порядке он то не верит кто знает кто знает что он орет но дуидов нету чтобы спросить так ступик поделать у тебя есть внимание животных нет нет я в том смысле то что там как-то это это его его песчане не похоже на такилили не знаю нет улыбаться и махать он явно не смирает а ну что я пойду давайте ну ладно все давай до вечера это что не во